Всем привет, мои сладкие малыши! И сегодня у нас с вами будет видео, которое я очень давно вам обещала, которое я очень сильно хочу для вас снять, и это разбор, критика, макияжей моих подписчиков. Но что же на заднем плане? Там что? Дымится? Так, в моей голове это выглядит достаточно эпично. Вот и секрет дыма. Блин, выглядит приколдосно, кстати, в этом тумане. Я как ёбжик в тумане. Туман выглядит классно. Вы прислали мне просто какое-то невероятно огромное количество ваших макияжей, чтобы я на них посмотрела, чтобы я дала вам какие-то советы. И вы знаете, большинство макияжей, которые мне присылали, они выглядят вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. А объясните! А какие советы? Вы такие красивые, вы такие просто классные. У тебя есть объяснение, почему они такие классные? Молчит. Вот и у меня тоже нет слов. Для этого видео я выбрала три образа. Один образ у нас с вами будет повседневный. Второй образ у нас будет вечерний, но такой, типа, немножко креативный. И третий у нас будет прям вот супер-мега креативный образ, чтобы набирать миллионы просмотров в ТикТоке или, ну, лайков в Адисте. Это на самом деле очень хорошая работа, но выглядит нежно. Тут видно, что человек понимает свои сильные стороны. Он очень хорошо контурирует свои глаза, и поэтому он кажется таким супер-длинным, супер-вытянутым. Но, я думаю, вы, как и я, как и эта девушка, прекрасно видим, что здесь чего-то не хватает. Чего же здесь не хватает? Давайте начнем, и я буду вам, по ходу дела, рассказывать. А нет, Лис Ранча была быть блогером. А кто помнит, как Лис Ранча была быть блогером, то я должен помнить, Лис Ранча была блогером. Совершенно понятно, что у каждого человека понятие повседневного макияжа свое. Для меня повседневный макияж, это что-то такое. Буквально так я хожу каждый день. Я совершенно не парюсь, и, ну, потому что у меня нет такого момента, знаете, что вот я разделяю повседневные и вечерние. Я могу вечером пойти с легким накрашенным образом каким-то куда-то на мероприятие, а днем могу ходить с нереально огромными стрелками, вот с такой вот фигней на лице, и мне максимально по кайфу, потому что, ну, я делаю так, как нравится делать мне. Но в большинстве случаев повседневный макияж действительно подразумевает что-то достаточно легкое, нейтральное и не экстремальное, чтобы вас не выгоняли из магазинов и не смотрели косо. Кстати, вот у вас вообще есть реальный страх, что ты накрасишься как-то, например, поярче или как-то, ну, не так, как тебя привыкли видеть, и тебя за это начнут осуждать. На этой фотографии я вижу то, что брови уложены гелем. Это отличный способ на каждый день, потому что тогда брови действительно выглядят очень естественно, и это занимает всего 2 секунды. Что здесь в данной ситуации не так? Согласитесь, что при этом очень красивом макияже глаза бровь выглядит какой-то недооформленной. Почему? Потому что вот эта вот зона, которая зона начала бровей, не проработана. Или проработана так, что не видно, что она проработана, а конец брови, он не уходит как будто в ноль, а просто резко обрубается. Такая техника имеет место быть, но в данной ситуации это выглядит не супераккуратно, поэтому если добавить вот эти моменты, будет выглядеть лучше. Смотрите, короче. Оформляю начало брови полупрозрачным карандашиком. Бампы уже лучше выглядят. Когда я смотрю на мои старые брови, на фотографии, именно даже с повседневным макияжем, я понимаю, что вот это вот то, что я сейчас вам рассказываю. Я этого нигде не могла найти, поэтому я просто закрашивала брови гелем и вот сделала такая ныл, сжаловалась, что какая-то хрень получается. Потом в итоге вообще, когда не красилась, думаю, ну почему такая прикольная на фотках без макияжа, ну такой урод с косметикой. А теперь просто прочесываю свои брови. Бровь оформлена. Теперь давайте приступим к глазам. Ну, мои сладкие малыши, скажу вам так. Ну, сначала открою эту дверь. Слишком много косметоса, господи. Твою мать! Несмотря на то, что дорогая косметика, она, конечно, классная, далеко не всегда. Это значит, что только дорогой косметикой можно офигительно накраситься. Сейчас специально выбираю палеточку с кирпичными такими оценками у кого-то более бюджетного сегмента. Ну, например, можно смотреть Maybelline, но он больше розовый. Щоб еще посмотреть такое, чтобы было больше бордового. Ну, здесь тоже Maybelline, но он такой более толпый. А вот и Essence как раз в нормальных оттенках. Берем с вами самые светлые тени и наносим их сначала как базу на все верхнее веко, не боясь зайти за его пределы. То есть, когда я одно время нифига не умела краситься, я использовала дорогущую косметику. Я думала, что у меня просто недостаточно дорогая косметика, ведь Chanel... У меня даже когда-то обзор был на косметику. Chanel или это просто кринж? Chanel, Dior и все такое прочее. Вот именно это значит, что у меня недостаточно дорогая косметика, поэтому у меня получается какое-то говно на лице. Но нет, вопрос не в говне, а в том, что просто слишком огромный выбор, и ты не можешь выбрать. Кирпичные тени прямо на ту же самую пуфистую кисть со складки нашего верхнего века вот так вот осторожно заполнять впадину. Уголочек, где была стрелка немного, затем ним смешаю два оттенка. На нижнем веке есть блески. Их тоже можно добавить, но здесь есть одна проблема. Даже на этой фотографии видно, что вот эти вот складочки, они все подчеркнулись. И подчеркнулись как раз за счет того, что здесь есть цветные вот эти вот блестяшки. Поэтому добавлять сюда блестяшки я не буду, зато сейчас мы с вами сделаем стрелочку, и не простую, а коричневую, потому что в данной ситуации девушка выбрала именно коричневую стрелку. Что, если вы... Да блин, хватит мигать! За то, что мигаешь, у меня проблемы с макияжем. А здесь или такой эффект, или просто у меня пигмент кожи чуть темнее, поэтому я также немножко вот сюда вот доведу стрелочку, не буду ее обрывать. Вот совсем-совсем немножко, чтобы казалось, что глаз просто более яркий. Добавим капельку хайлайтера. Я пью буквально из кокоса. Теперь на фотографии мы видим, что у нее хайлайтер на кончике носа, но при этом не сделан контуринг. Чтобы не допустить того, что кажется нос визуально шире, кончик не надо накладывать на него хайлайтер, если мы перед этим не делаем контуринг. Но так как от дневного макияжа я не вижу смысла сейчас показывать контуринг, сделаем это в следующем образе каком-нибудь. Что касается губы, здесь вот такой вот приколдес. Она использует вот такого вот примерно цвета помады, то есть это такая малиновая. Выглядит она прикольная, но для повседневного макияжа, тем более с учетом того, что девушка решила выйти за контур губы, сделать визуально шире, это не лучший вариант, потому что он, как правило, привлекает к себе слишком много внимания. И, знаете, внимание нежелательно, потому что подчеркивает все недостатки, которые у нас есть на губах. Сразу видно, что ты как бы вышел за контур, это видно на фотографии, а в реальной жизни при естественном освещении видно еще сильнее. Поэтому как альтернативу я предлагаю использовать более нейтральную помаду, но которая при этом подходит под цвет глаз, чтобы все это было в единой картине. И если уж мы хотим расширять губы, то сейчас я покажу, как это сделать для естественного макияжа, более прикольно будет. Если в дневном макияже хотим немножко расширить губы, просто вот так вот немного выходим за контур, мягко растушевая помаду наверх. Что ж, время приступить к образу номер два. И этот образ у нас будет в меру креативный, в меру вечерний, в меру повседневный. Короче, это такой образ из серии тех, кто посмелее, могут даже носить его на каждый день. Кстати, должна вам признаться, я действительно подметила тот факт, что большинство моих подписчиков присылали мне действительно крайне креативные, крайне классные, крайне интересные макияжи. Пойду смываться и снова к вам вернусь. Я смыла макияж. О-о-о! Также я нашла несколько очень классных макияжей, которые я хочу отдельно разобрать. Именно разобрать, давайте с вами вместе посмотрим. Вот этот вот макияж очень интересная задумка имеет. Здесь подчеркнут кончик носа зеленым, здесь вот такие вот зеленые тени по бокам, и, я так понимаю, черные штуки, это типа хотели сделать такие акцентные веснушки или эффект от пирсинга. Что с этим макияжем не так? Он очень интересный, и он может выглядеть очень эффектно. Я, наверное, даже отдельно потом повторю для фотки в инсту или в тикток сниму. Смотрите. Здесь приколдесса вот в чем. Должна быть идеально ровная кожа. Я сейчас не имею в виду то, что нужно избавиться от прыщей, от всевозможных акне и прочих штук, которые у вас есть на коже, если они имеются. Вообще речь не про это. Даже если оно есть, это нужно очень прям плотно гримировать. Желательно не увлажняющим тоном, а тоном с очень плотным матовым финишем. Он может быть увлажняющий, но типа поинт в том, посмотрите, за 2 секунды я сделала этот же макияж, только с более ровным тоном кожи, и уже выглядит гораздо лучше. Поэтому если бы здесь была бы матовая кожа, было бы вообще просто... А так работа супер классная. Вот еще один пример такого же макияжа, и здесь абсолютно та же самая история. Очень охренительно просто невероятно сделаны стрелки. Пожалуйста, посмотрите на этот рисунок. Он великолепен. Здесь не хватает очень плотного тона, и возможно к такому бы макияжу, который супер-мега черный, я бы добавила потемнее брови. И я добавила немного черного на брови, то есть чтобы они были более четкими, более подчеркнутыми, и сделала более плотное покрытие тона на лице. И вот вуаля! Разбор второго образа. Конечно же, очевидно, что здесь хотели добиться эффекта естественных натуральных пушистых бровей, но получилось немножечко грязновато. Как это исправить? Ну и плюс я вижу, что здесь хотели изначально сделать форму, а-ля типа вот эту вот закругленную, типа чтобы показать, я миленький эльф, что достаточно логично. Здесь на самом деле нужно было сделать выбор или в сторону пушистости, или в сторону формы. Я бы делала, если мы говорим про креативный образ, не про косплей, все-таки в сторону пушистости. Зачесываю брови наверх. Кстати, не обшить внимания на мои глаза, а не красные, потому что только что сняла макияж, у меня так абсолютно всегда. Беру гель и зачесываю брови наверх. И что еще важно, очень пушистые брови снизу должны быть хорошо подчеркнуты, тогда это будет смотреться аккуратно, а не так, как будто вы просто клеем своей брови наверх зачесали, ну или чем вы их там расчесывали. Я беру персиковую базу, без всего просто наношу ее на все мое верхнее веко. Именно персиковый тень использую в данном случае. Волосы попали на нос, теперь чешется ужасно. На базу плотной кисточкой, вот такой вот плоской, набиваем сначала розовый цвет. Добавляем его в каждый уголок глаза. Кстати, этот макияж, он достаточно простой в плане исполнения. Даже если у вас опыт макияжа где-то на уровне нуля, у вас все получится, если попробуете вот так это повторить. Знаете, когда в том году начался ковид, я сидела дома на самоизоляции, всем помним этот не самый прекрасный год в нашей жизни, хотя, возможно, для кого-то он реально стал классным. Я помню, я сидела и злепала на Пинтересте, на Ютубе, я думаю, блин, все настолько классно красятся, почему у меня нихрена не получается? Я вроде все делаю, то, что мне показывают, но я просто ничего не могу. У меня абсолютно ни черта не получалось. И в один день я поставила, знаете, себе цель, что все, хватит ныть, хватит смотреть, как красятся другие. Ты должна просто сейчас взять и научиться красить. Типа, делай, что хочешь, сколько хочешь этим занимайся, если тебе понадобится не спать несколько ночей, чтобы понять что-то, как делается, ты должна это сделать. И, вы знаете, я реально очень сильно изогналась, я поставила себе цель, я ее проафишировала, то есть то, что хочу научиться рисовать стрелки, то, что хочу улучшить качество своего макияжа, я просто так много над этим работала, я столько всего перелопатила, я столько всего перепробовала. Не-не-не. И вот путем вдалбливания себе, что же они делают, разных вариантов, разных способов, я таки поняла, в конце концов, как реально краситься так, чтобы, ну вот, прям клево было. А теперь мы берем желтые тени и накладываем их прям в серединочку, вот где вот у нас прогал. Я снова беру персиковый оттенок и перемешкиваю вместе с розовым по границе. Берем теперь какие-нибудь золотые блестяшки и просто прям пальчиком на самый центр вот этой вот желтой полоски, так, чтобы ее выделить. С ней, веком делаем все то же самое. Сначала берем розовый, кладем его вот сюда, вот здесь пропуск, снова розовый. Меня, конечно, посещала в какой-то момент мысль о том, что можешь сделать какой-нибудь свой гайд, особенно после реакции в инсте, как много людей написали, что, типа, приколесно. Было бы, если бы я объясняла своим дурацким языком, как краситься. Ну, типа, серий, хорош, старалась лигнем, бери и делай. Ну, какой-то такой вайф. Мне кажется, что-то это тоже, то пусть какая-то гайд, блин. Особенно, учитывая, как их зашкварили все, кому можно и кому нельзя, тоже что-то не хочется делать. Из-за того, что окно стоит там, короче, кажется, что у меня здесь ярко, а здесь ничего нет. Ну, поверьте, здесь тоже очень даже поблескивает. Просто свет оттуда валит, поэтому вы не можете оценить. А вот если бы вы тоже хотели, чтобы я сделала критику макияжа, то нужно было подписываться на мой инстаграм. Нужно подпишитесь, давайте. Ну, смотрите, какой классный инстаграм. Еще лайк поставьте. Ну, что за фотографии? Что вообще за фотографии тут? Дальше. Какой косяк здесь я вижу прям супер очевидно, о котором точно нужно упомянуть? Это ресницы. Посмотрите, какие активные ресницы в данном образе. Они здесь, конечно, очень сильно все перегружают, поэтому я рекомендую или если мы делаем накладные ресницы, брать какие-то больше, знаете, вот такого плана. А если мы не хотим заваривать с ресницами, то просто красим реснички вот так вот солнышком. Понимаете, да, почему не стоит нижние ресницы здесь добавлять? Если дальше смотреть на этот макияж, то видно, что девушка очень хотела сделать контуринг на нос, то есть вот этот вот самый розовый носик такой и хотела, конечно же, добавить себе щеки. Что здесь она сделала косячного, так она не свела ее тени вместе с румянами, поэтому выглядит так, как будто у нее румяна в одном месте, тени в другом. Когда мы делаем все возможные вот такие а-ля пикси макияжи и все такое прочее из этой эстетики, очень важно, или если мы хотим даже не пикси делать из себя, а просто какую-нибудь такую штуку, сводить румяна, хайлайтер и тени воедино. Эти же самые румяна наносим сначала на низ носа, вот на эту вот зону, вот сюда вот прям, вот на ноздри, вот так вот. Ночим? И просто рисуем вот здесь вот кружок, вот так вот. Нос от этого, конечно же, будет смотреться больше, но здесь в этом и прикол, что кнопочку нужно сделать такую, как будто ты такая пинг. Поработать пальцами это всегда восторг. А теперь губы. А с губами я здесь тоже вижу очевидный косяк и предлагаю тут два варианта, как делать губы, или мы просто добавляем прозрачный гель и в принципе на этом макияж все, можно заканчивать, выглядит уже классно и все, ну здесь уже ничего не добавить, не убавить. Ну или вариант номер два добавить сюда немного красного. Но мне кажется, что и так выглядит уже очень нежно, очень воздушно, конечно не с этой одеждой, потому что, ну очевидно, что я не феечка, я скорее чел, который даст тебе пинка, ну не тебе, а нашим врагам. У вас есть обидчики? Кто вас обижает? Иди сюда. Со мной мой район, там мои бабы, боевые. Блин, а мне буквально все боевые. Ладно, это не боевая, но остальные боевые, вместо нее пойдут рога. Я, короче, дополнила макияж, и, блин, печаль бы да, у меня вообще ничего нет на феечку, чтобы сделать какие-то прикольные фотки, потому что, вот знаете, там рога, всякие кости, черепа, вот этого добра у меня на вал. Приходится делать контринг, чтобы хоть как-то там этот макияж свести со своим телом. Зачем вообще шиперить макияж с телом? Что за херня? Сняла какую-то хрень и радуется. Ну что, мои сладкие малыши, время для третьего образа. Ой, хочется вот сейчас прям что-то очень крутое сделать и очень крутое что-то разобрать. Блин, ну там так много красивого образа просто... Ааа, не могу! Здесь уже, в отличие от прошлого макияжа, очень хороший плотный тон, и, как видите, кожа выглядит супер матовой, хотя это, понимаете, фото без ретуши, без всего. Что здесь можно улучшить? Во-первых, очень важно понимать, что вот эти вот макияжи с глиттерами, они в жизни выглядят очень красиво, но на фотографиях они, как правило, выглядят грязно. Что мы здесь и видим, потому что это похоже на кровавые веснушки. Типа, мне этот эффект очень нравится, но я прекрасно понимаю, что в жизни это, скорее всего, просто блестело каким-то розовым, серебристым оттенком, это было иначе. Поэтому, если вы хотите сделать макияж с акцентом на глиттерные веснушки, именно для фотки или для видео, имейте в виду, что, скорее всего, на фото оно будет или коричневым или красным. Ну, я не знаю, почему это так просто выглядит. Тут очень важно запариться со светом, делать, понимаете, голубой свет, чтобы он бликовал, чтобы эти веснушки были сильно серебристые, а не вот это вот все. Но это как бы просто вопрос уже технический, да? Что касается теней, что здесь можно исправить? Макияж прикольный, мне нравятся те огромные линзы, оно все как-то сбалансировано, но наверху вот эта вот слишком плотная красная линия. Если ее немного растушевать в дымку, совсем немного, я не говорю, что здесь должна быть идеальная растушевка, здесь можно оставить так, просто немного растушевать, это бы смотрелось еще круче. Я немного растушевала тени, ну, как смогла, так сделала, и это уже выглядит гораздо, гораздо лучше. Вот, видите, совсем немного растушевки добавила, и уже как бы макияж выглядит куда более интересно и более аккуратно. Ну, что, мои сладкие малыши, давайте посмотрим этот образ. Я не просто так его выбрала, потому что скоро выходит Круэлла, я ее очень сильно жду, я уже делала макияж в подобном образе, мне очень много о нем писали. В первую очередь, о чем я уже говорила, когда разбирала макияжи, в таких креативных образах очень важно, чтобы кожа была супер матовая и тон был супер плотный. Кстати, не обращайте внимания на то, что я использую пуховочку от Кушеной, я просто ее использую как средь для растушевки, а тон я использую вот такой. Плотненький, матовый, хороший, который не скатывается ни-че-го. Ну, теперь нам, конечно же, нужен также плотный, хороший консилер. Я буду использовать консилер, который называется Хера. Буквально. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я рисую брови помадкой, и когда мне нужны именно графические такие брови, я беру помадку. Почему графически? Вот у девчули, если бы обратить внимание, брови, мягко говоря, не очень щеткие, не очень ровные, и за счет этого макияж выглядит грязным. На самом деле, вот я вбросила эту фигню про какой-то, типа, а-ля курс. Теперь я думаю, может быть, реально было бы прикольно сделать курс. Вот я, может, в Инстаграм вброшу какую-нибудь, типа, анкету или тест сделаю какой-нибудь, вот, чтобы люди прошли, и я поняла, насколько вообще это кому-то нужно, потому что, ну, я не знаю. Мне кажется, эта идея супер бредовая, но мне супер много людей пишут, что это не бред, и я не понимаю. Ну, я как обычно, знаете, я как с бьюти-боксами еще. Я тогда думала, что это полный бред, и не нужно делать. Вообще, когда они выходили, я в этот день чуть ли не сидела на успокоительном, потому что мне казалось, что меня вообще никто ничего не купит, и все мои труды на смарку. Но нет, в итоге мне сказали, что это был один из лучших запусков бьюти-бокса вообще со всеми блогерами, с которыми делали они. И я такая, типа, что, серьезно? Ну, вот, мне такие, да, серьезно. Ну, и сказали это потому, что у меня, типа, реально крутой бьюти-бокс получился, а я очень сильно над ним парилась. Потому что я до конца не понимаю, насколько кому вообще это все нужно. Я бы не просто там, не знаю, серьезно, давайте я повторю все то, что говорила на ютубе. Конечно, нет, я бы рассказала какие-то свои секреты, свои лайфхаки, но в том числе я бы также и хотела еще поднимать очень много всяких социальных тем. Например, темы дружбы, темы отношения к себе, темы отношения к своему макияжу. Ну, короче, то, что меня реально волнует, не просто какую-нибудь срань господню с первой страницы гугла сделать, и даже не со второй, а прям что-то, вот знаете, реально полезное, чтобы люди могли и подкасты какие-нибудь, например, послушать, и тексты почитать, и, возможно, даже как-то со мной повзаимодействовать. Я, короче, говорю, все, ладно, я теперь продумываю, теперь я хочу это сделать, забейте все. Опять, ну, я ненавижу себя, я не хочу, ну, я хочу лучше на свете гайд. Ладно, его не будет, не портись. Конечно, не будет, я смеюсь. Ну, нахрен-то вообще кому-то? Что сделали? Брови сделали? Теперь самое время приступить к теням и стрелкам. Здесь я вижу очень сильную проблему, это отсутствие всяких теней. Честно говоря, в данной ситуации это реально проблема, потому что, когда ты делаешь такой креативный макияж, тебе все равно шо туда надо туда набахать. Поэтому я предлагаю скорректировать его с учетом какой-нибудь коричневой нюдовой гаммы. Так будет все равно лучше, чем просто на голое веко, которое у вас все равно еще потом скатается, наносить просто подводку. Так сказать, рисуем вот этой вот штукой будущую линию нашей подводки. Стрелка должна быть большая, длинная. Добавляем пятна. Если пятна будут заходить на стрелку, будет очень красиво. Вот это пятно, оно должно зайти на стрелку и как бы из него выходить. Это очень симпатично выглядит. По нижнему веку проходимся коричневыми тенями, где вот эта вот зона, чтобы она была более ровненькая. И сюда это выводим. Этот макияж также предполагает контуринг. Я контурирую мой нос, можно сказать, прямо из вот этой вот стрелки, чтобы у нас был такой эффект, как будто прям реально хищный какой-то прищур. Делаем, короче, из себя львицу девочки. Также к такому макияжу очень хочется добавить румян, также немножечко под глаза, но если в прошлом макияже мы делали типа милый вид, то здесь мы добавляем румяна под глаза и уводим их к вискам. Ну и конечно же здесь хочется губы. Можно сделать графичный, но мне кажется, графичности и так достаточно, поэтому я просто возьму темную помаду и растушу ее. Тоже, надеюсь, это видео вам понравилось. Если вам хочется поучаствовать в этом видео и вы хотите, чтобы продолжение было, ставьте лайк, делитесь им в социальных сетях и я вас очень сильно люблю, всех целую. И всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok